Когда твой учитель легенда, когда от его имени трепещут люди, когда есть с кого брать пример. Здравствуйте, вечер пятницы, вы смотрите программу Город Тес, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня актер Самарского академического театра драмы имени Горького Владимир Сухов. Здравствуйте. Привет. Здрасте. Владимир, ну начнем сразу с того, что говорим мы сегодня о Петре Монастырском, который мало того, что легенда Самары, Самарской области и России, наверное, в целом, и ее театрального сообщества, он не просто для вас, не просто легенда, он еще и ваш учитель. Да, и не просто учитель, а тот человек, который направил меня в эту профессию очень-очень давно. Как так получилось? Я знаю, что вы последний курс, который вел Петр Львович, после вас уже выпусков других не было, то есть вы такое тоже значимое событие. Да, я учился и на предпоследнем курсе, и на последнем. Еще будучи, наверное, в седьмом классе, занимаясь в одном очень хорошем, в одном очень телевизионном хорошем кружке на нашем телевидении, тогда еще в советское время, естественно, мы уже распределяли, кто кем будет. Я мечтал, всегда мечтал быть артистом, но самое поразительное то, что я мечтал именно о Куйбышевском академическом театре драмы. Тогда это был театр Монастырского, и тогда, в 80-м году я поступил, достаточно все просто было, но спустя курс нужно было идти в армию, в общем, там получилось так, что мне пришлось уйти. И в 85-м году я поступил вот в эту самую последнюю студию. То есть второй заход получился. Да, поступил очень памятно для меня, это была такая маленькая история, но это не касается Петра Львовича, но в принципе, коротко можно. Был последний день приема документов, я еще лежал дома, спал, я был ночным сторожем, реквизитором в театре, в оперном. В общем, слонялся, вот, и мне мама говорит, на, иди поступай. Я говорю, мама, осталось два часа. Ну, через полчаса я решил поехать, не было фотографий. Повезло то, что, значит, два часа заканчивалась работа приемной комиссии, а повезло то, что я приехал половина третьего с мокрыми фотографиями. И сказал, что вот она уже закрывала, значит, эту самую приемную комиссию. Я говорю, я в театр поступаю, говорит, все, приемная комиссия закончила свою работу. И увидев у меня фотографии, с которых почти капала вода, вот это меня спасло. Пришел на первый тур, сидит Петр Львович и все наши замечательные артисты на то время. Я поступил сразу. А он вас узнал? Да, да, конечно. Он понял, что это вот тот парень, который четыре года назад... И даже немножко по-петровски, как мы говорили, поставил надо мной эксперимент. На третьем туре он дал мне медведя и дал девочку. Говорит, репетируйте неделю, вот будет третий тур и сыграйте мне медведя. Мы с девочкой отрепетировали, неделю сократили, убрали слугу, все, мы вышли. Все, девочка красивая, я почти влюбился тогда. Мы не волновались, потому что у меня опыт есть. Все хорошо, все знали наизусть. Вышли, и девочку зажало. И я, значит, стучу в дверь, я говорю, вы, госпожа, по поводу, откройте мне. Она, угу. А, значит, через некоторое время она говорит... Она не говорит, она стоит и... Я говорю, значит, вы мне хотите сказать, что... Ну, в принципе, надо уже останавливать. А они сидят, комиссия, во главе с Петром Львовичем. И смотрят, как вы выкручиваться будете. И как я выкручиваюсь. Я тогда злился, но потом забылся. Но, слава богу, девочку не взяли, а меня взяли. Ну, хорошо, если что, вдруг, если другой артист на сцене забудет, вы, в принципе, из-за себя и из-за того парня. Нет, но у Петра Львовича, у Монастырского всегда было... Он всегда испытывал артиста, студента. Он всегда бросал их в кипящую воду. И вот как ты из нее выйдешь. Собственно говоря, после окончания то же самое. Любой артист, приезжающий, выступающий, вступающий в труппу в Монастырского, он всегда получал некий карт-бланш. И Петр Львович смотрел. Выплывет, будет работать. Ну, вот эта знаменитая система плюс один, да, вот то, о чем говорят, доверие плюс один. Что небольшая роль в массовке, но и какая-то серьезная, чтобы посмотреть на что ты годишься. Всегда. Учась уже на первом курсе. Мы вот с Олегом Беловым, с моим ближайшим другом и очень близким мне человеком, мы уже на первом, на первом, в конце первого курса уже играли в спектакле. В детском, но играли главные роли. Мы соревновались вместе с профессиональными артистами. Тогда тоже только пришедшими. А мы в конец первого курса. С Сережей Кагакова, мы с Сашей Буклеевым. Мы играли в отружку и горохову стручка. И нам доверили сыграть премьеру. Как здорово. Кто еще был из того курса? Кого-то сейчас можно еще вспомнить? Кто-то какое-то время поработал у нас и куда-то уехал. Как-то вы следите за вот бывшими однокурсниками. У Монастырского он никогда не оставлял много людей. Он сразу предупреждал. Ребята, вы учитесь. Я оставляю либо одного, либо полтора. Так случилось, что он хотел оставить Олега. И так получилось, что меня Олег не смог. Он уехал вместе с женой работать в другой театр. Получилось так, что, вызвав меня, Петр Олег сказал, говорит, вот, Вауль, смотри, у тебя три направления есть. Я так подумал, откуда три? Два. Нижний Новгород тогда, Горький, и Волгоград. Он говорит, нет, три. Есть еще наш театр. Я долго не соображал. Я долго не думал. Я сказал, да, конечно. Это театр Монастырского. И я тут же получил роль. Потом тут же получил массовку. Потом получил эпизод. А потом опять роль. И так каждый раз. И так с каждым артистом. То есть система сегодня артист-завтра статист, она работала непреложно, да? Да. И, ну, вот говорят, что тоже у Петра Львовича были какие-то и любимчики, там, еще что-то. Он как-то кому-то по-особенному относился к своим. Относил кого он учил? Он относился по-особенному? Или он больше требовал, что я тебя учил, я с тебя спрошу? И все прошли. Он был, конечно, сложный человек. Но что в нем было гениально, в том, что это был настоящий руководитель. И, ну, любимчики никогда не выделялись. Он всегда, актеры были, работали в театре на конкурсной основе. Потому что, ну, есть закон профессии. Если артист тренажа, он работает. Если он теряет этот тренаж, он разваливается. И поэтому мы всегда работали и главные роли, и второстепенные. Было по-всякому. Но работы у каждого было много и полно. Прошел недавно вечер памяти Петра Львовича. Мы там тоже были, наша телекомпания. Давайте посмотрим небольшой сюжет с этого вечера и продолжим наше обсуждение. Давай помолчи. Мы так долго не виделись. Какие прекрасные сумерки выдались. Они действительно все очень долго не виделись и давно не собирались вместе. Актеры Самарского драматического вышли на сцену в этот вечер говорить только о нем. О своем друге, учителе, наставнике. И каждому было, что вспомнить и рассказать. Петр Монастырский. Режиссер эпоха. Гений и невероятный талант. С Петром, в очередь, я поработал 25 лет здесь. Все спектакли наизусть знают. Иной раз был, спектакль кончается, а он со зрителем собирает обсуждение. Театр драмы имени Горького еще при жизни режиссера самарцы стали называть театром Петра Монастырского. И это было, наверное, для него куда важнее всех полученных при жизни официальных наград. 120 спектаклей на самарской сцене, в которых во все времена блистали лучшие артисты. Сегодня действительно оказался праздник и для нас. Причем мы знали, что это столетие будет и что мы его ведем. Но когда мы столкнулись с этим, мы начали вспоминать и поняли, что это, в общем-то, лучшие годы нашей жизни. Мурашки бегали, и такое ощущение, что мы перекинулись туда. Я не буду говорить, сколько лет назад. Конечно, это молодость, это юность, это озорство, это праздник, это счастье. В театр ходили именно на Монастырского. Многие спектакли зрители знали буквально наизусть. О его характере ходили легенды. Однако одно вспоминают все. Монастырский умел дружить и прислушивался ко мнению друзей. С ним было очень смешно, очень интересно. И собирались с семьями. Он всегда заводил этого, несмотря на свой великолепный возраст, заводил их нашей компании. Несмотря на то, что это была выдающаяся, значимая фигура, он все-таки интересовался тем, что получают люди от его творчества. В этом году Петру Монастырскому исполнилось бы сто лет. Ту культуру, которую Петр Львович пропагандировал в театре и воспитывал в которой все, мы впитывали всеми формами. Как раз таки вы вот с Олегом Беловым. Наверное, для вас это тоже вот эти вечера, которые достаточно часто проходят. Потому что мы помним и день рождения Петра Львовича, и день смерти. Проходят какие-то мероприятия памятные. Для вас, как вы это воспринимаете, как у вас это происходит внутри? Помните ли вы о них или вы, ну, кто-то вам напоминает о том, что сегодня вот день памяти? Ну, а как не помнить, если ты работаешь в том театре, где все пропитано, а где, ну, энергетика и осталась. Я клянусь, до сих пор не зря наш сегодняшний художественный руководитель, когда был назначен сюда, он сказал, что мне достался швейцарский механизм. И это правда. Он не истерся до сих пор. До сих пор какие-то вещи, правила, традиции, они остались еще со времен Петра Львовича. И, ну, не знаю, мне это очень нравится. Если мы раньше... Он говорил, ребята, вы работаете в том театре, где... Ну, в любом случае, если я появлялся где-то в народе, в другом месте, я должен был нести марку нашего театра. Вот. Если человек позорил это дело, человека через 15 минут его в театре уже не было. Было жестко. Было очень жестко. Тем более, представьте, это какие года. Когда я пришел в театр в 85-м, назовем это такой пострассвет Петра Львовича, все работало. Мы ездили на гастроли. Ну, время было тоже другое. Понятно, что сейчас все иначе, но он не боялся показать театр в стране. Не боялся. Вы были в Москве, в Ленинграде тогда, в Риге, в Киеве. По всему Советскому Союзу. По всему Советскому Союзу. И Петр Ильич не боялся. И ежели ты приезжал в другой город, и тебя спрашивают, а где ты работаешь? Говоришь, в Кубешском театре. У Монастырского? Или же, допустим, ты уходишь в другой театр, и тебя спрашивают, в каком театре ты? Из какого ты театра? Театр Монастырского. Тебя могли взять в театр тогда без показа. То есть, это была мощная школа. Это правда. Как нынче модно говорить бренд. Да, это был бренд. Абсолютно верно. Но у нас, говорят, школа. И мы учились не только у Монастырского, потому что с нами вместе работали... Ну, вот я застал Николая Александровича Михеева, Сергея Ивановича, мы его называли, Сережа Ивановича Пономарева, мам Лизу Фролову, Михаила Гавриловича Лазарева, Шланга Игорева Боголюбова. Ну, киты, с которыми работать рядом было одно удовольствие. Это правда. С ними тепло. Вот о теплоте и такой домашности некоторые. Вот вы сейчас начали говорить, что там мама Лиза, да, там и так далее. Вот правда ли, правильно ли я помню? Вас же в театре из Старого Млада называют дядю Вову. Да, сейчас дядю Володю называют, да. Дядю Володю. У меня уже далеко, уже за 18. Но в театре, вот я помню, мама Лиза. На сегодняшний день у нас есть дядя Ваня Иванович Морозов. Да, Иван Иванович Морозов, конечно. Была мама Тоня Дерябина, Антония Федоровна. Ну, вот некая семейственность сохраняется. И я не знаю, как так получилось. Но сегодня меня называют в этом театре дядя Вова. У вас не только молодежь, да, вот там студенты. У вас и старшие, вы просто в целом в театре. Вот есть в театре дядя? Есть, есть у нас дядя Вову? Есть, есть, да. Вот теперь я там вот... Владимир Гальченко, насколько я помню, дедом, да, называют? Деда, да, его деда звали, да, да, да. То есть все родственники в театре существуют в целом? Ну да, да, однокровные, будем так говорить. Практически однокровные. Это правильно? Так должно быть? Это должно быть. Дело все в том, что атмосфера в театре должна быть не только рабочая, она должна быть... Должно быть доверие друг к другу. Ведь все зиждется на любви, на этом замечательном чувстве. И если мы начинаем ненавидеть друг друга, значит и продукт нашего театра будет другой. А когда происходит вот эта гармония, вот, иногда жесткая, иногда по-разному бывает. Но я не помню, чтобы у нас были такие большие скандалы. Были, они всегда есть и будут. Но вот этот швейцарский механизм, даже душевный швейцарский механизм, до сих пор остался. Мы до сих пор друг к другу трогательно относимся. Сейчас другие времена, другие люди, но мы стараемся. О вечере еще два слова хотела упомянуть. Вы хотели поблагодарить каких-то определенных людей, которые, да, колоссальную работу и помощь оказали в проведении вечера, в предоставлении архивных материалов совершенно... Конечно, да, 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 Марианочка. Здесь нельзя не сказать спасибо тем людям, которые помогли нам сделать этот вечер. Вечер делал Денис Ивнеевич, Петр Жуйков. Я помогал там. Но то видео и те фото архивное, за это нужно поклониться таким людям, как Ира Тихонова, как Людмила Викторовна Шедловская, как Саша Лобанов. Обязательно нужен низкий поклон Самарскому СТД. Она предоставила самый крупный архив фотографий всех спектаклей Петра Львовича Монастырьского со времен дела Артамонова. Это же такое наследие, да, получается? Да, да. Театральное наследие. И за это просто огромное. Без них, ну, это 80% успеха. Потому что те интервью, которые были, их никто не видел. Их никто не видел. Ну, мало кто видел. Вот. И та картинка, которую они нам дали, спасибо им большое еще раз. Есть вот такой момент, да, когда каждое лето в июле месяце это происходит. Мы возлагаем цветы к уже два года существующей доске мемориальной, которую открыли Петру Львовичу напротив как раз сквера на доме архитектора, в котором он многие годы жил. И туда приходит много людей. То есть лето проходят, люди не исчезают, да, людей, а то и все больше. И есть вот это, я не думаю, что каждому из этих людей кто-то звонит и говорит, да, придите. То есть люди об этом помнят сами, несут цветы и так далее. И всегда, конечно, там бывает супруга Петра Львовича, Надежда Монастырская, совершенно, конечно, потрясающая женщина. Она всегда плачет, сколько бы времени ни проходило, она всегда очень трогательна, очень нежна. Вы общались ли вы с ней? И вот сейчас поддержите как-то, помогают ли ей актеры, какие-то друзья из театрального сообщества? Ну, так получилось, что... Ну, давайте представим такую историю. Человек придумал театр. Человек создал театр. Человек создал свою школу. Человек родил свой театр. Петр Монастырский. Конечно, когда он ушел из театра, возвращаться ему было всегда больно. И он туда не ходил. Соответственно, Надежда Петровна тоже. Если многие могут посчитать о том, что мы забыли про это, они ошибутся. Потому что даже не знающие Петра Львовича и спектакли, все равно по разговорам тех людей, которые знают и помнят спектакли и вообще театр Монастырского, вот, здесь вот этот бренд не забыт. Встречались ли с Надеждой Петровной? Нет. Ну, потому что я ее понимаю. Петр Львович очень ревностно относился к тому, что так получилось. Но забыть Петра Львовича мы не забыли. Никто не забыл, очень многие люди помнят. Давайте посмотрим сюжет с возложения цветов, с очередного возложения цветов к мемориальной доске и вернемся. Лицо с благородным профилем на углу Чапаевской и Вилоновской наблюдает за городом уже год. Мемориальная доска Петру Монастырскому дань уважения. В день памяти легендарного режиссера его вдова благодарит всех, кто пришел. Единственное, что я могу сказать, слова, конечно, благодарности. Его помнят, но это самое главное. Что еще мне надо? Каждый раз прохожу, здороваюсь, иду на работу. Иду с работы, вот и все. Он был диктатором и сатрапом. С ним нельзя было спорить. Он контролировал все, что происходило в театре. Ничто не могло ускользнуть от его зоркого глаза. Иван Морозов пришел в театр в 60-м, сразу после института. Монастырского уже заранее боялся, как огня. Оказалось, что зря верил слухам. Работать с легендой было хоть и трудно, но увлекательно. Он мало хвалил, мало хвалил. Единственную, я помню, оптимистическую трагедию. Он пригласил из Воронежа крепкого, хорошего парня. И мы играли в параллель. Я проговорил свой монолог. Все пошло, все. Из зала кричит – молодец! Прошлым летом в память о самарской легенде открыли мемориальную табличку. Благоустроили сквер имени Петра Львовича, через который полвека он ходил на работу в драматический театр. В городской администрации обещают, что в скором времени в сквере появится бюст Монастырского. А пока в День памяти возлагают цветы возле знаменитого дома. Сама фамилия Монастырского на афише, мне кажется, являлась залогом того, что зритель может увидеть интересное, умное, такое трогающее за душу представление. И, конечно же, всегда на его спектакле был отшлаг. Я думаю, все ожидания зрителя, они всегда оправдывались. Это тех работ, которые нам подарил Петр Львович Монастырский. Петра Львовича помнят, любят и уважают. Память о нем хранится и передается новому поколению. В этом году Петру Монастырскому исполнилось бы сто лет. Вы же тоже ходите этим сквером иногда, да, сквером Монастырского? Бываете там, что вот его облагородили, вроде получше, да, стало? Очень часто. Потому что путь, особенно на работу и после работы, конечно, я хожу вот этим маленьким сквером. Сейчас там стало очень аккуратно. И дай бог, чтобы это дело увековечили, чтобы люди проходящие понимали, знали. Ну, хотя бы просто монастырский, а потом взять и загуглить, и понять, кто такой есть Петр Львович. Вот обещают, что все-таки там будет небольшой бюст. Петра Львовича ждете ли вы этого и ваши коллеги? Как сами к этому относитесь? Должен ли он там стоять? Ну, а как же? Я родился в этом городе. Город Куйбышев и Самара – это мой родной город. И история этого города, ну, она связана именно с Петром Львовичем. Потому что, ну, вся моя деятельность в театре. Я мечтал в этом театре работать. И я думаю, что забывать об этом, забыть об этом нельзя. И нужно делать вот о чем ты сказала. Нужно обязательно сделать памятник, черт лысого. Можно все что угодно. Но забыть о Петре нельзя. Какой-то есть спектакль, который, когда вспоминаете о Петре Львовиче, в первую очередь вспоминается именно этот спектакль. Ваша ли в нем работа, не ваша ли, не важно. Что-то, что больше всего в душу, в сердце запало. Я работал в его, естественно, в спектаклях. Для меня был очень почетно работать с ним. Ну, вот один спектакль, допустим, случайно, получилось так. У нас один артист уезжал, и вдруг он мне говорит. А хочешь ли ты сыграть Мурзавецкого в «Волках»? Я говорю, Петрович, конечно, хочу. Ну, вот покажи мне завтра отрывок. Я показал. Ну, да, был форс-мажор. Мы с Аллой репетировали всю ночь, весь вечер. На следующий день мы показали этот отрывок. Он сказал, говорит, так, пойдем в кабинет. Он открыл, значит, бумажку, календарь. Говорит, о, через неделю волки и овцы. Играй. Это даже не ввод в экстремальные ситуации. Сказать нет. Это значит, что? Ну, хорошо, отдыхай. Да, сказал я. И через неделю я играл премьеру. После этого он вызвал, говорит, слушай, что-то я ошибся. Зачем тебе Мурзавецкий? Давай, Лыняева сыграешь там. Я говорю, да ладно, я пошутил. Иди. Вот он любил вот эти перепады. Поддержать в напряжении, да, человека? А так я помню очень много спектаклей. Спасибо вам огромное, что пришли. Помним, любим Петра Львовича. И вам тоже, да, я думаю, вы гордитесь тем, что он ваш непосредственный учитель. Со зрителем я прощаюсь до следующей пятницы. Проведите время с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова